Мексика. Страна, полная тайн, древних богов и неожиданностей. Страна с удивительно разнообразными экосистемами. Место, полное необычных существ и поразительных чудес природы. Многие из них абсолютно уникальны. Неизведанная Мексика. Чрезвычайно скрытный могучий убийца таится в этих джунглях. Ягуар. Ему нужно много места. Его территория охватывает 130 квадратных километров. Мексиканские тропические леса – последний бастион этих кошачьих. Отметины на шерсти у каждого неповторимых. Это всегда ценили охотники. Теперь этих высших хищников почти невозможно встретить в дикой природе. После льва и тигра ягуар – третий по величине представитель семейства кошачьих. Как высший хищник, он нуждается в высоко калорийном питании и съест все, что поймает. Беспечно прыгающая по деревьям паукообразная обезьяна была бы неплохой закуской. Этот свирепый охотник подстерегает жертву в засаде. Он умеет лазать по деревьям, плавать и способен убить всего раз, сомкнув челюсти. Но приматы сообразительны и осторожны. Две тысячи лет назад ягуар был божеством древних майя, живших в джунглях. Лишь цари и властители могли надевать пятнистую шкуру. Ягуар запечатлен в изображениях и скульптурах. И многие животные Мексики служат символами силы и власти. Сегодня города майя опустили. Но ягуар все еще остается правителем тропических лесов и непревзойденным охотником. Ревуны поднимают тревогу, предупреждая паукообразных обезьян, что внизу опасность. Они неприрожденные бойцы. Крести деревья – самое страшное, что они могут. Этим ягуара не напугать. Но если дозор на чеку, невозможно устроить засаду. Доминантная самка паукообразной обезьяны ведет небольшую группу к одному из своих любимых плодовых деревьев. Она играет важную роль, отвечая за жизнеспособность группы. Обезьянам, как и людям, нужно сбалансированное питание, поэтому она выбирает разные маршруты, чтобы разнообразить меню. Паукообразные обезьяны примерно две трети дня тратят на поиски пищи, оставляя много времени для отдыха. Так что у молодых особей есть время на игры. Музыка 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 Паукообразные обезьяны знают, что они в безопасности, когда их много. С заходом солнца стайки добытчиков собираются вместе на излюбленной вершине дерева, где они будут спать ночью. Даже для голодного ягуара это слишком высоко. До обезьян уже не добраться, поэтому ягуар вынужден продолжить охоту после захода солнца. Территория Мексики составляет почти 2 миллиона квадратных километров. Страна простирается от южных штатов США до Гватемалы и Белиза. Она славится огромными тропическими лесами, тремя обширными пустынями, высокими горами и побережьем размером в 15 тысяч квадратных километров. У границы с Соединенными Штатами расположен полуостров Баха, Калифорния. Это место заповедник для девяти видов китов, включая огромных голубых и горбатых китов. Здесь находится лагуна Сан-Игнасио, протянувшаяся на 30 километров вглубь, вдыхая жизнь в пустыню Баха. По ее берегам в поисках выброшенных приливом рыбы и ракообразных рыщут скопа и койот. Есть еще одна причина, по которой это побережье считается особым местом. В этих водах растет молодняк китов. Каждую зиму и раннюю весну 20 тысяч серых китов, почти вся популяция, отправляются из Арктики к теплым безопасным водам полуострова Баха, где происходят спаривание и рождение потомства. У входа в лагуну новорожденные киты учатся последним полезным навыкам перед выходом в открытое море. Мать держится рядом с детенышем. Он родился здесь всего три месяца назад и уже весит три тонны. Столько же, сколько взрослый носорог. Она осторожно поддерживает его плавником на поверхности, чтобы он мог дышать. Глубина лагуны менее 30 метров. Так что это безопасное место, чтобы учиться плавать, нырять и добывать пищу. Все время уходит на то, чтобы расти детеныша, поэтому маме некогда поесть самой. Веса, который она набрала за лето в Арктике, должно хватить на период до пяти месяцев, пока она не вернется туда. Вскоре пара снимется с места и отправится в грандиозное путешествие длиной 8 тысяч километров из тихой лагуны в Арктику. Рядом находится Калифорнийский залив с его геотермальными источниками. В недрах земли под ним огромная трещина, которая каждый год расширяется на 5 сантиметров. В этих водах живет скат рогач или морской дьявол. Редко встречающиеся и неуловимые, они обычно охотятся на креветок или на криль небольшими группами. Здесь морские дьяволы собираются сотнями. Когда море спокойно, они проделывают нечто весьма удивительное. Морские дьяволы, которые обитают вдали от побережья Мексики, в Калифорнийском заливе, выпрыгивают из воды на 2 метра в высоту. Морский дьявол весит всего 11 килограммов. Но его мозг больше и устроен сложнее, чем у других рыб. Точно неизвестно, вызваны эти акробатические прыжки действием инстинктов или сообразительностью. Ученые считают, что эти прыжки могут отпугивать хищников, вроде косаток и акул. Или это может быть охотничьей тактикой. Тень наверху может напугать стаю рыб или креветок, и они бросятся в пасть морского дьявола, который поджидает их внизу. Но, как и многое в Мексике, танец морского дьявола остается тайным. Море и джунгли встречаются на полуострове Юкатан. Здесь и была открыта большая часть чудес и тайн мексиканской природы. Это акация бочерога. Проблема этого дерева в том, что оно вкусное. Большинство видов деревьев, растущих по соседству, и даже другие разновидности акации, либо ядовиты, либо слишком горькие. А значит, маловероятно, что животные-насекомые попытаются их есть. Поэтому, чтобы не стать пищей для них всех, она нашла остроумное решение. В меню сегодня клейкое, сладкое, сочное лакомство у основания веточек. С богатыми белком, бельтовыми тельцами на кончиках листьев. Для муравьев это растение настоящее кондитерское. Для псевдомерекса акациевого это идеальное место обитания. Он живет внутри полого шипа, а пища находится прямо за дверью. Все, что им нужно, они получают от одного этого растения. Эти муравьи агрессивные, кусая, впрыскивают сильный яд. Эта крошечная армия преданно охраняет источник своего благополучия, одновременно защищая и дерево. Незваному гостю, который явится в поисках пищи, не будет пощады. Но нашелся удивительный паук, которому хватает решимости и проворства, чтобы не испугаться этой неприступной обороны. Размер мексиканского паука с кокуна чуть больше 5 миллиметров в ширину. Однако он наделал много шума. Ученые были поражены его поведением, которое смогли наблюдать лишь недавно, и которое никогда раньше не показывали по телевизору. Встречайте единственного в мире паука-вегетарианца. Этот вид обитает только в этих джунглях. Он не обращает внимания на насекомых, предпочитая вместо этого богатые белком бельтовы тельца. Единственная трудность в том, как их добыть. Укусы муравьев могут быть смертельными, поэтому этой самке нужно быть на чеку. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы добыть пищу, ей не нужно трудиться над паутиной или выслеживать жертву. Но ей требуется хороший план отступления. В глубине джунглей находятся когда-то процветавшие древние города и храмы, которыми завладела природа. Собирательством теперь занимаются муравьи-листорезы. Муравей поднимает груз в 20 раз больше собственного веса и находит по запаху невидимую тропу, которая тянется по поверхности почвы в джунглях. Древние майя покинули эти места много лет назад. Пирамиды были храмами, где богов в образах животных ублажали с помощью церемонии и жертвоприношений. Их верховным божеством был кукулькан, полузмея-полуптица. Не менее странных существ можно найти в Мексике и сегодня. Пустыня Баха находится неподалеку от океана. Влажная атмосфера дает возможность расти здесь суккулентом и цериусом гигантским. Тут обитает животное, которое большую часть жизни проводит погруженное в землю в ожидании дождя, которое может длиться месяцами. Мексиканская чесночница живет под землей, словно в состоянии транса. Обмен веществ замедляется, и через кожу она всасывает любую жидкость, которая попадает в почву. Но дождь дает ей шанс запастись провизией. После того, как прошел дождь, все начинает нагреваться, и чесночнице нужно поторапливаться. Если оставаться снаружи слишком долго, можно пересохнуть. Она находит место, где почва мягкая, и возвращается в подземлю. Как только солнце садится, в пустыне просыпается жизнь. Хищники используют холодное время для поиска падали и для охоты. Это странное создание айялот или кротовая ящерица. Но это не обычная ящерица или змея, и даже не крот. Она является представителем так называемых змеевидных ящериц. Они встречаются только в пустынях на севере Мексики. Это одно из самых странных присмыкающихся. Встретить ее можно редко и преимущественно ночью. Ее две когтистые лапы почти бесполезны, но они оказываются очень проворными, когда ей нужно быстро передвигаться. Как и крот, она прекрасно копает. У нее нет выбора. Она не способна контролировать температуру тела, поэтому, когда солнце начинает нагревать почву на поверхности, она вынуждена скрываться под землей, чтобы не поджариться живьем. В этой пустыне температура воздуха достигает 30 градусов, но песок на поверхности может нагреться и до 37 градусов. Под землей намного прохладнее. Перемещаясь между различными слоями грунта и песка, она способна поддерживать нужную температуру и так пережить жаркое лето в Бахе. Неизведанная Мексика Чем дальше от моря, тем жарче становятся мексиканские пустыни. Самая большая в Северной Америке пустыня Чиуауа тянется от южных штатов США до самого центра Мексики. В одной из долин, благодаря природному явлению, возник уникальный ландшафт. Это дюны, но не песочные, а солевые. История о том, как они появились, открывает один из самых удивительных секретов этой пустыни. Вода. Это отдаленная лощина Куатрос-Янегас. Осадки, выпадающие в окружающих горах, отфильтровываются, проходя через несколько подземных тоннелей. Там вода вбирает в себя минералы и соли и нагревается от внутреннего жара земли. Этой водой заполнены более 200 кристально чистых водоемов. Некоторые из них пресные, другие соленые. Их температура варьируется от 10 до почти 40 градусов. Уровень воды меняется в зависимости от времени года. Когда водоем пересыхает, ветер разносит оставшиеся соляные отложения по пустыне, создавая парк природной скульптуры. Там, где есть вода, всегда бурлит жизнь. Водные растения и улитки являются пищей для 17 видов рыб. Несколько видов птиц, включая зимородков и уток, привлекают более крупных хищников, например, койотов. Это уникальная экосистема, где обитают 79 видов живых существ, которые не встречаются больше нигде в мире. В самом центре засушливой пустыни под водой скрывается волшебный и неповторимый мир. Самка закапывается в мягкую почву, чтобы создать безопасное убежище для своего потомства. она ни на секунду не может расслабиться, окруженная голодными соседями. Она самый занятой телохранитель во всей пустыне. В соседнем водоеме водится другой представитель эндемичного вида, обитающая в воде улитка. По размеру она меньше рисового зернышка, но ее панцирь прочнее, чем у любой водной улитки. К несчастью для улитки, рядом с ней развивалась герихтисменклея, у которой сформировались достаточно крепкие зубы, чтобы пробить ее броню. То, что животные обитают здесь в изоляции, означает, что у большинства сформировался такой образ жизни и стиль поведения, которого не увидишь нигде в мире. А вот еще один сюрприз. Тогда как большинство черепах живет в воде, коробчатая черепаха привыкла жить на суше. Жесткий куполообразный панцирь и лапы с когтями показывают, что она способна медленно, но верно передвигаться сквозь заросли. Коробчатая черепаха встречается повсюду на юге США и в Мексике. Но происходят коробчатые черепахи из этой отдаленной лощины. Эта черепаха учится нырять. Проводя большую часть времени в воде, она может спрятаться от солнца и найти себе более разнообразную пищу. Ни одна коробчатая черепаха из других мест не умеет прибегать к этой хитрости. Однако будущее этой черепахи из пустыни не безоблачно. Эта долина является крошечной частью бескрайней пустыни. Десятки тысяч лет потребовалось на то, чтобы она появилась. Но с изменением климата и осушением подземных вод для нужд сельского хозяйства, она может пересохнуть за время жизни одного поколения. Там, в Мексиканском заливе, родственник коробчатой черепахи, сильно превосходящей ее по размеру, готовится к грандиозному событию. Атлантическая Ридлея является самой большой в мире морской черепахой. Они странствуют по океанам, добираясь до Нью-Джерси на севере и до британских островов на востоке. Этот пляж, длиной более 25 километров, жизненно важное место для черепах. Арибада, или прибытие. Раз в году тысячи черепах выползают на этот пляж. Это почти 95% самок во всей популяции. Все они появились на свет здесь и теперь возвращаются на родину, чтобы отложить яйца. Возможно, точное время, когда именно должно произойти это событие, зависит от фазы Луны, ветра или приливов. Но что точно его вызывает, по-прежнему остается загадкой. Эта черепаха проплыла не одну тысячу километров, чтобы вернуться сюда из путешествия в прохладные воды Атлантики, где она кормилась и спаривалась. Путешествие отняло почти все силы, но отдыхать еще рано. Каждая самка откладывает около сотни мягких яиц размером с шарик для пинг-понга. Засыпав яйца песком, она возвращается в море. Даже под песком эта драгоценная кладка находится в опасности. Яйца должны оставаться в неприкосновенности 60 дней, чтобы потомство смогло появиться на свет. Вокруг столько опасностей, что невозможно сказать заранее, скольким будущим черепахам это удастся. Дальше, в глубине страны, мы находим еще одно живое существо, у которого есть биологический импульс, заставляющий его путешествовать за тысячи километров. Но этот путешественник весит меньше канцелярской скрепки. Бабочки в большинстве своем маленькие, хрупкие и обычно живут лишь несколько недель. Но все это не относится к донаидам. На вершины мексиканских вулканов, в особые места, занимающие всего несколько квадратных километров, прилетают десятки миллионов донаид. В этой части леса сохраняется нужная температура, и она является укрытием от воздействия стихии. Сочетание этих условий позволяет выжить. В этом микроклимате они могут переждать суровую североамериканскую зиму. Каждое дерево покрыто десятками тысяч особей. В этом заповеднике они отдыхают и спариваются. Каждый год донаиды пролетают почти пять тысяч километров до этих же деревьев. Сверхчувствительные усики и глаза позволяют им точно определять положение солнца и не сбиваться с пути. Это удивительные навигационные способности. Но еще удивительнее, что ни одна из этих бабочек раньше здесь не бывала. Эти бабочки – праправнуки тех, кто прилетал сюда в прошлом году. Они проделали грандиозный путь на юг за одно поколение. Но их возвращение – это уже другая история. С наступлением лета они отправятся на север. Пролетев несколько сотен километров, они сядут на деревья, отложат яйца и умрут. А путь продолжат следующее поколение. Эта поразительная эстафета продолжается, пока они не достигнут своей северной родины. Инстинкт, заставляющий их каждый год совершать этот огромный путь, запрограммирован в ДНК. Однако, хотя их собирается так много, будущее Данаит такое же хрупкое, как они сами. Их численность резко сокращается. Утрата среды обитания и непредсказуемая погода на севере Соединенных Штатов делают свое дело. Если Данаиды греются на солнце, то другие крылатые существа прячутся в гораздо более темных местах. Древние майя считали себя частью всей окружающей природы. Они верили, что от животных зависит урожай, погода, война и даже смерть. Их ужасающий подземный мир охраняли камазоцы. Летучие мыши Царство мертвых Летучие мыши прячутся во многих из шести тысяч пещер и карстовых воронок, которыми усеяны джунгли на Юкатане. Карстовые воронки образовались под воздействием эрозии после того, как этот участок земли поднялся из океана 66 миллионов лет назад. Каждый вечер стаи хлопающих крыльями хищников вырываются из глубины. Миллионы летучих мышей вылетают ночью, чтобы поохотиться на насекомых и найти плоды. С наступлением тьмы появляются охотники, которых трудно увидеть. Оцелот размером вдвое больше домашнего кота ищет мышей. А ягуар тем временем использует хитрость, чтобы выследить жертву покрупнее. Но одна из этих пещер скрывает великую тайну. В сумеречном мире этой карстовой воронки влажно и жутко. Свод пещеры усеян крыланами. Но большинство обитателей живет внутри небольших боковых тоннелей. Эти тоннели, в которых стоит кромешная тьма, служат магистралями для семи видов летучих мышей, карабкающихся наружу. Они ориентируются с помощью сверхчувствительного черно-белого зрения и природной способности к эхолокации. Летучая мышь издает до 200 высокочастотных щелчков в секунду. Писк громкий, но эта частота выходит за рамки нашего восприятия. Эта навигационная система достаточно чувствительна и точно, чтобы мышь могла избежать столкновений с предметом толщиной в человеческий волос. С такой системой локации они кажутся почти недосягаемыми, но это не так. В этой пещере есть нечто еще, нечто смертельно опасное. Глубоко в пещерах Юкатана прячется невиданный хладнокровный хищник. Здесь лежат в ожидании смертельно опасные полутораметровые мексиканские ночные змеи, которые обычно прячутся на деревьях или в мелколесье. Иногда они по несколько дней подстерегают в засаде летучих мышей. Большие глаза и инфракрасные сенсоры на голове помогают им фокусироваться на теплокровных млекопитающих. Когда по узким туннелям со свистом пролетают столько тел, даже самые лучшие в мире пилоты порой ошибаются. Успешный удар еще не гарантирует, что удастся добыть пищу. И летучие мыши отбиваются изо всех сил. Другая попалась, но у нее острые, как иглы-клыки, которые ей удалось вонзить в голову змеи. У ночной змеи есть выбор. Попытаться стряхнуть жертву и лишиться добычи, которая досталась таким трудом. Или терпеть боль от укуса. В итоге летучая мышь проигрывает битву. Теперь змее больше недели не понадобится пища. Если забраться глубже, в этой пещере скрываются еще более темные тайны. Скрытый мир, который не тревожили тысячи лет. Древние майя считали, что подземные водоемы это ворота в мрачное царство мертвых, где живут их бессмертные боги. В глубинах этой пещеры жизнь развивалась в изоляции. Более тысячи лет рыбы и креветки, которые когда-то плавали в соединенных с другими водоемами реках, были отрезаны от внешнего мира из-за того, что вода размывала камни, и реки проникали под землю. Здесь, в кромешной тьме, глаза не нужны, поэтому у местных обитателей их нет. Вместо этого они ориентируются с помощью обостренных вкусовых ощущений и осязания. поскольку никто их не увидит, цвет им тоже не нужен, и поэтому они светятся призрачным белым светом. Они живут среди глиняных изделий, оставшихся от древних майя. И своим существованием они обязаны летучим мышам, которые живут в пещерах над ними. Этому темному миру хватает для поддержания жизни семян и питательных веществ, попадающих сюда из выделения летучих мышей. Можно спрятаться от опасности под землей, но для некоторых мексиканских животных это лишь временное решение. За тысячу километров отсюда, в Мексиканском заливе, новорожденные изо всех сил борются за то, чтобы впервые увидеть свет. Крошечные атлантические редлеи длиной всего 5 сантиметров ждут в песке, пока не вылупятся все их братья и сестры. Они запрограммированы на то, чтобы двигаться в сторону моря, как только представится возможность. И так устроено неспроста. Черепахи отложили огромное количество яиц 8 недель назад. А это значит, что новое поколение, десятки тысяч детенышей, отправляются на отмин. Для крошечной черепахи это непростая задача. Крабы привидения обычно ведут ночную жизнь, но когда рядом оказываются детеныши черепах, они делают исключение. Эта добыча должна быть легкой. Схватка будет жестокой. Чем больше клешни, тем больше шансов. И, как правило, побеждает краб с самыми большими клешнями. Черепахи, которые добрались до линии прибоя, плавают в безопасности, предоставленные сами себе. Эти только что вылупившиеся существа, возможно, и избежали гибели на земле. Но теперь они столкнутся с абсолютно новым миром в океане, полным смертельно опасных хищников. В итоге лишь одна из сотни сможет дожить до взрослого возраста. Большое морское чудовище охотится в Мексиканском заливе. Китовая акула самая большая в мире рыба. Ее вес достигает 40 тонн. Возможно, она выглядит пугающе, но на самом деле это кроткий исполин, а ее добыча имеет размер не больше булавочной головки. это микроскопический планктон. Всюду за ней увязывается рыба-прилипала. Она цепляется своеобразной природной липучкой, расположенной на голове. она очищает акулу, сдирая паразитов и остатки пищи. Хотя китовые акулы и огромные, ученые по-прежнему знают о них очень мало. Это один из самых таинственных обитателей океана. Они абсолютно неуловимы, и изучать их было нелегко. Известно, что они очень медленно растут, но полностью взрослые особи могут быть размером с автобус. Они достигают половой зрелости лишь к 30 годам. Нередко они доживают до возраста более 100 лет. Обычно они странствуют в глубине океана в одиночку, в поисках пищи. Но каждый год здесь происходит нечто удивительное. Сотни китовых акул собираются в стаи в одной ограниченной области. Другой глубоководный поедатель планктона, гигантский морской дьявол, тоже присоединяется к вечеринке. Это самое большое на планете сборище наиболее крупных океанских рыб. И есть сотни объяснений того, почему они все здесь собираются. Безопасные воды Мексиканского залива — место размножения для многих видов рыб. Они мечут миллиарды крошечных икринок прямо в воду. В то же время размножаются кораллы, выбрасывая миллионы спор, соединяющихся с планктоном на глубине. Ветры и океанские течения относят их вместе туда, где они образуют плотную, насыщенную, питательную среду. Привлекаемые изобилием пищи китовые акулы отправляются за тысячи километров, чтобы наесться до отвала. Благодаря тому, что она опускает хвост вниз, 12-метровая акула способна мгновенно и без особого труда отфильтровать тонны воды. Этот гигантский пир длится до 6 месяцев, а потом они разбредаются по морю и исчезают в темных океанских глубинах. В Мексике, на ее древней легендарной земле, природа по-прежнему процветает и не перестает удивлять. От причудливого до величественного, забавного и внушающего трепет, а также необъяснимого. Здешние животные так же волшебны и впечатляющи, как и те мифы и легенды, которые окружают эту неизведанную страну. Субтитры создавал DimaTorzok